Можем начинать, да? Да-да. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Костюк Евгения Владимировна. Сейчас вы должны видеть на экране слайды. Я их сейчас запущу. И мы начнём с вами работать. Вы можете по ходу думать над вопросами и или написать их в чате, или включить в конце презентации микрофон и задать их мне. Презентацию видите. Если что-то не слышно, тоже комментируйте в чате. Ну, я готова начинать. Я сегодня представляю авторский коллектив, который на протяжении нескольких лет создавал серию Read Up. Эта серия позиционируется как серия книг для чтения. На обложке это видно. Ну, вот здесь на этом слайде несколько обложек представлено. Ну, просто для примера, чтобы вы узнавали эту серию, если встретите её в магазинах. Но сегодняшнее моё выступление будет посвящено тому, что эта серия представляет собой намного больше, чем просто книгу для чтения. И использовать это пособие можно для того, чтобы сбалансированно развивать все виды речевой деятельности и повышать уровень коммуникативной компетенции наших с вами учащихся. Таким образом, мы сегодня говорим про интеграцию всех видов речевой деятельности и посмотрим, как на основе текста для чтения развить как языковое содержание учащихся, так и... Секундочку. Чего-то у меня не переключается на слайд. Как языка? Сейчас я запущу, извините, коллеги, ещё раз, потому что почему-то она меня не переключает. Слайды. Одну секунду. Ещё одна попытка, простите. Евгения Владимировна, можно как вариант выйти из конференции и зайти ещё раз? Бывает, это сразу помогает. Да, я сейчас попробую. Ну, попробуем, может быть, ещё раз и... О, сработало. Ну, и продолжая свою мысль, поскольку, конечно, основной целью курса является развитие читательской грамотности учащихся и навыков смыслового чтения, навыков работы с информацией, представленной в различных форматах, всё-таки это пособие намного больше предоставляет для нас возможностей. И сегодня мы будем говорить о том, как использовать текст для того, чтобы по максимуму способствовать языковому развитию наших учащихся. Как с помощью текста развить их грамматические навыки, расширить лексический запас, как интегрировать работу с продуктивными видами речевой деятельности, с устной речью, с письменной речью и так далее. И если, кроме основной цели курса, у курса ещё есть философия. Ну, и философия заключается в том, что текст – это не просто материал учебный для развития навыков чтения, но это источник языкового содержания, это то, что позволяет нам погрузить учащихся в иностранный язык, создать доступ к образцам речевым и содержательным, а также является опорой для развития всех видов речевой деятельности. Именно поэтому подбор текстов очень важен. В зависимости от того, как мы подберём тексты, такого качества мы получим источник языкового содержания. И в зависимости от того, как мы подберём тексты, это даст нам те или иные возможности для развития продуктивных видов речевой деятельности. Именно поэтому подбор текстов в этой серии осуществлялся следующим образом. Мы старались сбалансировать три типа, три жанра, скажем так, текстов, и большое количество типов. Безусловно, представлены художественные тексты. Это и сказки, и рассказы, и какая-то мифология, фольклор в представленном виде легенд. Также есть отрывки из популярных детских книг англоязычных авторов, стихотворения, написанные нами самими, либо классическими авторами, носителями языка. Безусловно, есть прагматические тексты для обучения иностранному языку и коммуникативные компетенции, они очень важны. Это те тексты, которые сопровождают нас в течение всей нашей жизни и помогают ориентироваться в том, что происходит вокруг. Это различного рода вывески, расписания, объявления, письма, открытки, инструкции, афиши и так далее. То есть то, благодаря чему мы решаем какие-то свои собственные прагматические задачи. И публицистические тексты, они тоже представлены, например, статьи из энциклопедий, информационные тексты со страниц веб-сайтов или, например, отрывки из каких-то научно-популярных журналов. Таким образом, сбалансировав эти жанры, мы предоставили учащимся доступ к целому, к разнообразным образцам стилей языковых, к разнообразным образцам типов речи, к разнообразным образцам языка и, собственно, лексики. Ну и я непосредственно перехожу к тому, как осуществляется интеграция чтения с различными другими задачами, которые мы решаем на своих уроках. И я начну с работы над языковым содержанием, то есть простых вещей лексики и грамматики. И мы посмотрим с вами прогрессию, как меняется подход к развитию лексико-грамматических навыков от начальной школы до старшей школы. Ну и вот здесь вы видите пример текста, который используется во втором классе. Это такой комикс, он же история. И вы видите, что с точки зрения грамматики здесь повторяется одна и та же структура. It's a boat, it's a basket, it's a house, it's a nest. И вопрос один и тот же. What's that? Соответственно, учащиеся благодаря этой повторяемости усваивают грамматическую, такую простую, но нужную грамматическую структуру намного быстрее. Ну и при этом все это происходит осмысленно, потому что здесь нужно посмотреть на картинки и понять, что, в общем-то, тут драматические приключения со шляпой происходят. И параллельно учащиеся знакомятся с новыми словами. The boat, hat, basket, house, nest. И после этого мы, после того, как мы прочитаем, рассмотрим картинки, после этого мы поработаем с этой лексикой. То есть благодаря этому тексту у нас представлена новая лексика и дополнительно дано упражнение, которое позволяет с этой лексикой поработать. С опорой на картинки учащиеся соотносят картиночки с текстом и определяют, что же это за слово, как называется тот или иной предмет. Таким образом расширяя лексический свой запас. Вот ещё один пример. Этот пример, он больше иллюстрирует работу с грамматическими навыками. И учащиеся у нас читают стихотворение про лоллипоп, про леденец. All is going to a shop. All wants a lollipop. Green or yellow, pink or blue. All can choose. Can you. И дальше мы работаем со словом, с глаголом choose, что мы выбираем. И уместно использовать это стихотворение, когда мы работаем с временем present simple. И учащиеся сначала по табличке составляют предложение, что им часто приходится выбирать, что иногда приходится выбирать, что, к сожалению, они никогда не выбирают. И после того, как они сделали это упражнение с опорой на подстановочную таблицу, они уже могут высказаться о себе и составить небольшое, но грамотное, грамматическое высказывание о том, что им приходится выбирать в своей жизни. И насколько часто они это делают. Таким образом, в данной ситуации текст стихотворения является неким стимулом к последующему обсуждению. Кроме того, что мы можем прочитать это стихотворение и сделать задание на понимание, вы видите, что, естественно, стихотворение сопровождено заданием на понимание. Учащиеся должны сопоставить строчки стихотворения с картинками, которые его сопровождают. Но при этом это стихотворение еще является таким стартовым моментом, с которого мы можем продолжить и даже организовать такую мини-дискуссию. Вообще, вот Оле трудно выбрать цвет леденца, а ты когда и что выбираешь? Ну и здесь мы можем привлечь различные темы, которые интересны детям и которые мы уже с вами прошли. Немножко позже, вот это уже из третьего класса пример. Здесь тоже пример использования времени Present Simple. Мы работаем с информационным текстом, который дает нам информацию о различных интересных растениях. Какие-то факты нам предоставляет этот текст для того, чтобы мы расширили еще и свой кругозор, касающийся ботаники в данной ситуации. Ну а дальше мы составляем правильные предложения на основе таблички, как бы продолжая тему, затронутую текстом, который мы читали только что и выполняли задания. Ну а почему я вот с уверенностью говорю, что это будет помогать нам при формировании грамматических навыков? Потому что такого рода таблицы, они исключают какого-то рода грамматические ошибки и больше фокусируют учащихся на содержании того, что они говорят. А грамматика уже вся в таблице представлена. И многократно повторяя одну и ту же структуру, учащиеся ее присваивают. Говоря о развитии лексического запаса, хочу тоже показать, сравнить, как осуществляется подход к работе с лексикой в этом пособии. И большое количество лексики вводится за счет иллюстраций. Ну здесь просто пример одной из таких иллюстраций. Это картинка, которая предваряет историю про Ганса. Это известный герой в Голландии, который спас от наводнения свой город, потому что чуть не прорвало дамбу. И учащиеся рассматривают картинку, глядя по картинке, понимают, что эти слова обозначают. После того, как учащиеся читают текст, достаточно типичным у нас является задание подобрать эпитеты для того, чтобы похарактеризовать. Или какого-то героя, или какое-то место, или какое-то событие. Ну вот в данном случае приведен пример такой вот таблички, где нужно подобрать прилагательные для того, чтобы охарактеризовать Ганса, для того, чтобы охарактеризовать море, для того, чтобы охарактеризовать дамбу. Какую роль она играла в жизни вот этого города в Нидерланде. Таким образом, мы используем различного рода визуальные подсказки, картинки, карты для того, чтобы новую лексику представить. И пытаемся подчеркнуть, вытащить из текста полезные слова, которые помогут нам охарактеризовывать различные элементы, которые в тексте указаны. А вот в более старших классах, как вы видите это на правых слайдах, мы уже используем более сложную систему работы с лексикой различного рода. графические способы, такие как spider grams, такие как диаграммы, диаграммы бена, как это видно на этом слайде, где учащиеся уже анализируют языковое содержание текста и представляют его вот в таком схематическом варианте. Я не начала еще пока говорить про говорение, но в последующем мы можем использовать вот такое схематическое представление информации и как основу для последующего устного высказывания. То есть учащиеся читают у нас про, ну в данном случае это пример задания к тексту, про необычные дома. Учащиеся читают этот текст про необычные дома и дальше они заполняют, выписывают из текста, какие использовались материалы, какого размера, какие есть элементы у этих зданий, какие типы домов упоминались, какие слова относились к дизайну, какие эпитеты и прилагательные использовались для описания домов и другие полезные слова и выражения. Таким образом, вытаскивая из текста ту лексику, которая может понадобиться в дальнейшем. Ну или, например, задание к другому тексту про еду. Там учащиеся выписывают слова, которые относятся к цвету, для описания цвета, и слова, которые относятся к описанию вкуса. Еще несколько примеров, как можно использовать текст для того, чтобы активно работать языковым содержанием. Ну вот слева я не размещала целиком текст на слайде, потому что он в данной ситуации не важен. Но это текст про Мерлина, это относится к одной из легенд про короля Артура. И после того, как мы прочитали текст, учащиеся должны составить вопросы, расположив слова в правильном порядке, ну и, соответственно, потом на них ответить, используя информацию из текста. Это уже конец четвертого класса и вопросительный порядок слов, то, что учащиеся должны знать, а это упражнение предоставляет нам возможность еще раз попрактиковаться. А справа, например, когда мы читаем сказку братьев Гримм про башмачника, она у нас написана в прошедшем времени, там встречаются как правильные, так и неправильные глаголы. И, соответственно, мы используем эту возможность текста и соотносим первую форму глагола со второй формой глагола. Глагола выбираем правильные глаголы из них всех и неправильные глаголы. И таким образом повторяя тему грамматическую, которая обычно для ребят может предоставлять некоторые трудности. Несколько примеров из более старших учебников. До этого я в большей степени говорила про начальную школу или пятый класс. Вот в данном случае, посмотрите, стихотворение «Эта-де-Зу». Это классическое стихотворение Уильяма Текеррея. И здесь встречается много названий животных. Мы изучаем это стихотворение и названия животных определяем, соотнося их с картинками. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на такой раздел в пособии, который называется «Глоссарий». Постепенно у нас учащиеся осваивают различные навыки работы со словарем. Это тоже является частью интеграции чтения с лексикой грамматическим содержанием. И таким образом они расширяют как свой пассивный языковой запас, так и выводят в актив некоторые слова, которые, возможно, и не встретили в другой ситуации. Ну и опять пример того, что мы используем содержание стихотворения в данном случае как такую точку, начало какой-то дискуссии. И прочитав стихотворение Текеррея, мы отвечаем на вопросы о своем последнем визите в зоопарк, опираясь на опоры. First I saw, then I saw, after that I saw. И используя вот это вот начало предложения, рассказываем, составляем мини-высказывание о своем визите в зоопарк в прошедшем времени. Опять же, обращая внимание не только здесь на содержание, но и на грамотность. Именно поэтому мы и дали учащимся здесь такую вот опору в виде начала предложения. Таким образом, могу сказать, что тексты для чтения, они являются очень важным источником лексики для учащихся, которые учащиеся осваивают в таком вот meaningful, в осмысленной ситуации, которая у них вызывает, кроме этого, еще эмоциональный отклик. А когда у нас что-то вызывает эмоциональный отклик, мы, как правило, это запоминаем лучше. За счет содержания текстов и ярких иллюстраций мы вот этот эмоциональный отклик подключаем к изучению лексики и грамматики в том числе. Я перейду к устной речи, потому что устная речь – это такая достаточно, ну, наверное, такая прям финальная точка, потому что это один из главных показателей того, как человек владеет иностранным языком, ну, и родным, наверное, тоже, то, как человек его использует в устной коммуникации, потому что над письменной коммуникацией еще можно подумать, где-то использовать какие-то опоры, образцы, то в устной речи, особенно в спонтанной, уровень коммуникативной компетенции сразу проявляется очевидно. Ну, и вот один простой пример. Тоже посмотрим, начиная с начальной школы и будем продвигаться к более старшему возрасту. Значит, вот текст называется «Our secret box», и сюжет заключается в том, что мальчик выясняет у своего дедушки, что же это за старые игрушки хранятся в коробке, кто в эти игрушки раньше играл, и учащиеся, прочитав этот текст, выясняют, кто же в семье у мальчика играл в эти игрушки. Ну, и мы видим, что дедушка и до сих пор не прочь поиграть, он мальчик в окно это видит. Ну, и здесь, опять же, дальше мы переносим сюжет этой истории в личную жизнь детей. И сюжет этой истории становится как бы иллюстрацией того, что мы просим учащихся сделать дома. Мы их просим взять у родителей, у других родственников, интервью, какая у них любимая игрушка, и после этого рассказать одноклассникам, какая любимая игрушка у мамы, какая любимая игрушка у бабушки, дедушки, у папы и так далее. И таким образом учащиеся соотносят сюжет со своей собственной жизнью и при этом тренируют монологическую речь по определенной теме. Вот в данном случае это уже более старший возраст, это пятый класс. И здесь мы читали с учащимися миф про большую медведицу и про малую медведицу. Ну, в данном мифе это не созвездия, а животные. И дальше исследуется история появления созвездий. Каким образом мы это используем для развития навыков устной речи? Ну, опять же, я немножко вернусь и скажу, мы не забываем, что это книга для чтения, и поэтому, естественно, каждый текст сопровожден рядом заданий, которые именно совершенствуют навыки смыслового чтения. То есть есть некоторый при-ридинг, до текстовый этап какой-то или вопрос, или задание. Есть обязательно задание на reading comprehension, на понимание прочитанного. Ну, а дальше мы обязательно продолжаем работу с текстом. Ну, и в данном случае я иллюстрирую развитие устной речи. Даны начала предложения, и учащиеся должны их продолжить. И используют вот этот вот укороченный вариант текста и упрощенный вариант с точки зрения грамматики для того, чтобы в последующем пересказать этот миф. Вообще, в целом, я хочу сказать, что, например, ряда 5 и 6 класса, они полностью нацелены на то, чтобы учащиеся овладели уверенно навыком пересказа. И учат учащихся различным способом, как текст пересказать, как подготовиться к пересказу, как сделать краткий пересказ, как сделать подробный пересказ. И упражнения после текста, они подводят учащихся именно к развитию, к тому, чтобы они текст пересказали. И это, на самом деле, очень важный этап в развитии устной речи до того, как у нас учащиеся начнут продуктивно использовать свои способности к устной речи на английском языке. Перед этим, естественно, есть этап репродукции. И он, на самом деле, очень важен. Его важно не пропустить. И вот 5 и 6 класс – это прям такой ключевой период, когда мы активно работаем с пересказом. Если, ребят, на это способны, можно начинать и в 4 классе, но в 5-6 – это прям очень важная часть. Следующий пример, который проиллюстрирует, какие еще стороны устной речи и направления устной речи можно развивать – это пример тоже из 5 класса. Здесь взят отрывок из художественного произведения автора «Гернетт» урок французского. Сюжет в том, что новая девочка приходит в новый класс, и с ней происходят различные события. Они всегда приятные. Естественно, мы подводим учащихся, делаем какие-то дотекстовые упражнения, делаем задания на понимание прочитанного, а дальше мы переходим к развитию диалогической речи и просим ребят представить, что у них новый ученик приходит в класс, и вы хотите с ним подружиться. Придумайте 5-6 вопросов, которые вы ему зададите. Естественно, роль учителя здесь тоже важна. Там вы можете попристомнить, про что можно задать вопросы, про семью, про увлечение, про домашних животных, про любимый школьный предмет. Тут зависит от вас. Можно сузить какую-то тему, эту тему для вопросов. Можно не ограничивать ребят в своей фантазии. Они придумывают 5-6 вопросов и дальше разыгрывают этот диалог в парах. Ну и вы видите, что здесь тоже интегрируется и чтение, естественно. Кроме этого присутствует грамматика, потому что нам нужно задать вопросы так, чтобы это не нарушало грамматических правил. И, соответственно, присутствует устная речь. В данном случае это диалог. Кроме этого, устная речь может развиваться не только по итогам прочтения текста и на основе текста как опоры. Кроме этого, мы можем использовать устную речь как введение в тему текста. Вот, например, мы собираемся читать стихотворение «The Little Land». Это стихотворение Роберта Бьюиса Стивенсона. И иногда стихотворения, такие классические, они представляют некоторую трудность для восприятия. Как с точки зрения лексики, так и с точки зрения смысла. И в данной ситуации, перед тем, как начать читать стихотворение, мы задаем такой вопрос учащимся. А ты любишь оставаться дома один? Что ты делаешь, когда ты дома один? И чувствуешь ли ты иногда страх, когда ты остаёшься один? И дальше мы вводим в тему произведения, то есть про то, что, видимо, пойдёт речь о том, что происходит, когда ты остаёшься дома один. Дальше в таблице учащимся предлагается отметить, что они любят делать, когда они остаётся дома одни. Ну, а дальше провести интервью со своим другом и потом рассказать. Мы даём, опять же, опору, какие можно использовать предложения, начало предложения для того, чтобы составить такой мини-отчёт про интервью. We both like, my friend likes, but I don't like. We both dislike, I like, but my friend doesn't like. То есть, опять же, вы видите, кроме устной речи, мы сюда и грамматику подтащили. И таким образом, вот, обсудив данную ситуацию, уже мы содержательно подготовили учащихся к восприятию стихотворения. Вот, таким образом, вот, мы использовали устную речь для того, чтобы снять смысловые трудности. Использовали пассивные грамматические трудности, пассивную известную лексику для того, чтобы восприятие стихотворения происходило более образно и было учащимся понятнее. Ну и, наверное, в старшей школе мы в большей степени, конечно, говорим про творческую устную речь. Что я имею в виду, говоря про творческую устную речь? Я, конечно, говорю про продуктивную речь в полном смысле этого слова. Ну и, например, вот, по-моему, это учебник для восьмого класса, книжка для восьмого класса. Учащиеся представляют, что они встретились с королем Артуром, ну и они делают с ним такое ток-шоу, да, то есть придумывают, какие вопросы они зададут, интервьюируют его, импровизируют. Король Артур тоже проявляет свои творческие способности, но не только творческие способности, да, а еще и ту информацию, которую он знает о себе благодаря тексту, который прочитал. Ну и справа на слайде вы видите такую вот, как бы, процедуру проекта. Кстати, вот в старших классах это тоже сквозной вид деятельности. Это проект, который присутствует в каждом разделе. И здесь учащиеся находят какого-то тема юнита, посвящена историческим персонажам. И здесь нужно учащимся найти исторического персонажа, исследовать, найти информацию в интернете, сделать заметки, организовать их, написать текст и составить презентацию, подобрать иллюстрации. Ну и, соответственно, эту презентацию в классе показать. То есть здесь уже совсем другой жанр устной речи, но тоже дающий учащимся достаточно много свободы. Но, безусловно, перед этим присутствует чтение текстов о известных персоналиях, работа с лексическими единицами, которые здесь учащимся могут помочь, справиться с этим заданием уверенно. Таким образом, если мы будем говорить о развитии устной речи с помощью пособий редак, то есть об интеграции устной речи в работу с текстами, то здесь присутствует такая логика. Если мы говорим про монолог, то в начальной школе это больше использование текстов для того, чтобы подставить, как опора для говорения, для того, чтобы сделать как бы упражнение на подстановку. Преимущественно через подстановку опорный текст является опорой. Мы его сокращаем, делаем более простым, даем учащимся какие-то гэпы, где они могут использовать свой собственный опыт или собственное мнение. Потом мы постепенно двигаемся к пересказу. Четвертый, пятый, шестой класс здесь планомерное обучение пересказу. Дальше седьмой, восьмой это рассказ по плану. То есть есть некая задача коммуникативная, которую нужно решить, но при этом есть план, которого нужно придерживаться. Ну и в старших классах мы переходим к свободной речи. Чаще это либо проект, либо дискуссия. Я отвела дискуссию к монологу, потому что дискуссия подразумевает все-таки такое выступление каждого участника в формате мини-монолог. Ну а если говорить о развитии идеологической речи, то здесь прогрессия через вот эту серию пособий проходит следующим образом. Если в начальной школе мы больше разыгрываем готовые диалоги, например, там много заданий act out. То есть мы сначала читаем историю, а потом act out. Разыгрываем готовый диалог. Можем выучить даже наизусть, представить, показать, может быть, родителям или снять на видео. Дальше переходим к подстановке. Диалог по образцу. Это средняя школа в большей степени. Ну и свободный диалог в старшей школе. Ну и мы перейдем к опять зависаем с переключением слайдов. Знаю, почему. И позвольте себе еще сказать несколько слов о том, как письменная речь подключается к развитию навыков чтения. Вот смотрите, в данном случае слева вообще пример того, как мы на слове текста работаем с орфографией. Учащимся нужно... Здесь есть рифма. Ну, рифмовка, шуточная рифмовка, где нужно вставить буквосочетание OW или OU. И только потом прочитать текст. То есть учащиеся вставляют буквосочетание, таким образом, работая над орфографическими навыками. Орфографические навыки, в общем-то, это тоже часть письменной речи. Не скажу, что это прям письменная речь, но необходимый элемент формирования письменной речи. Ну и после того, как они дописывают, они эту рифмовку читают, могут выучить наизусть, декламироваться выражение. Справа есть еще один пример. Это уже третий класс. В данном случае это текст про собаку, новую собаку Дэнни. Тут написано ПАКТУ, там действительно была первая часть перед этим. Вот, в данном случае учащиеся читают текст, у них есть три картиночки, и из текста они должны выписать предложения, которые по смыслу подходят к картинкам. Вот это тоже очень частое задание в начальной школе, это различного рода выписки, то есть выписывание из текста, поскольку в начальной школе у нас вряд ли идет, ну идет, скажем так, в ограниченном количестве речь о коммуникативном письме, то мы больше готовим к письму учащихся в начальной школе, и один из способов это именно выписывать из текста какие-то его части согласно заданию. Мне, наверное, коллеги очень, презентация много весит, поэтому она, видимо, очень медленно поэтому переключается. Мне кажется, в этом причина. Ну вот в данном случае еще один пример, как мы интегрируем текст для чтения и письменную речь. Мы читаем стихотворение My Week. Это рифмовка И дальше учащиеся должны сами написать по образцу, что они делают в понедельник, что они делают во вторник, как бы продолжить предложение. Вот в данном случае это уже не совсем выписка, не выписывание из текста, это скорее уже письмо по образцу. В данном случае еще один пример. Я хочу вам напомнить, что когда я говорила вам про правильный выбор образцов для чтения письма, я в том числе говорила про продуктивные тексты. И среди продуктивных текстов очень много нелинейно. Нелинейные тексты тоже системно присутствуют в пособии редап, и один из них, вот вы видите, это расписание. Здесь такое тоже интегрированное многосоставное упражнение. Сначала учащиеся читают рассказ о девочке из Никарагуа. Это уже третья часть. Здесь они читают в этой части про школу, про расписание уроков. И согласно тому, что они узнали из текста, заполняют ее расписание. Уже мы интегрируем чтение с элементами письма, то есть мы выписываем из текста необходимую информацию. Дальше нам уже нужно самим заполнить страничку своего дневника, а дальше уже на основе того, что мы написали, дописать рассказ о своем школьном дне. То есть тут письмо целых три раза встречается при работе с данным текстом. Выписки из текста, самостоятельное заполнение расписания, а потом использование этой информации в восстановленном тексте. Ну а дальше, если мы хотим, мы, конечно, можем продолжить еще и устную речь подключить и рассказать о своем школьном дне. Несколько примеров еще. Опять же, это примеры выписок, чтобы у вас просто создалось такое впечатление более полное о типах задания, о том, и о тематике текстов, которые представлены в пособии. Ну, в данном случае это мальчик из очень интересного района, из района, где выращивают чай, и выясняется, что у них там не как у всех нормальных людей четыре времени года, а там их шесть. Ну и ребята должны после чтения текста выписать слова и словосочетания, которые характеризуют каждое из вот этих шести времен года. Это не является темой сегодняшнего вебинара, но, наверное, это тема для отдельного какого-то разговора, но пособие в том числе является еще очень образовательным, то есть расширяет кругозор и дает информацию чаще всего о различных уголках нашего земного шара. У меня время подходит к концу, но я почти приблизилась к завершению своего выступления. Покажу несколько примеров еще письменных заданий, например, вот письмо герою истории, то есть не просто письмо, ответь кому-то, а вот у тебя есть герой истории, в данном случае это был мальчик по имени Сунил, «Напиши ему о себе». И различного рода творческое письмо, которое, конечно, представлено широко в средней и в старшей школе. Например, придумай там какие-то, когда мы читаем различного рода знаки, которые встречаются в городе, надписи, вывески, учащимся предлагается самим придумать какие-то вывески для своего класса английского языка. Есть задание написать стихотворение или создать leaflet, то есть рекламную афишку для музея. Таких заданий достаточно много, они разнообразны, здесь только несколько примеров, чтобы у вас было представление о том, что происходит. Ну и если говорить о логике того, как мы работаем с письменной речью совместно с чтением, как мы интегрируем развитие письменной речи, то начальная школа, она больше отвечает за орфографические навыки, то есть какие-то буквосочетания, соотнесение звука и буквы. Очень часто у нас построен текст именно на повторяемости какого-то буквосочетания. Делать выписки из текста и письмо по образцу. Вот как, например, мы писали письмо герою рассказа. Это было не совершенно самостоятельное письмо, а у нас было для этого образец. В средней школе письмо по образцу расширяется, потому что мы ознакомимся с разными жанрами письменного текста и, соответственно, пишем в разных жанрах. Ну, а в старшей школе это уже творческое письмо, позволяющее проявить свою выдумку и воображение. Кроме того, что мы работаем, интегрируем виды речевой деятельности, когда работаем с чтением, кроме этого, мы еще и все-таки развиваем способность учащихся к взаимодействию. Вот в данном примере учащиеся читают стихотворения. После этого они, например, могут поиграть в игру, соревнования и по табличке составить как можно больше предложений сначала о том, что питомцы умеют делать, потом о том, что они могут делать вместе с питомцами. Таким образом, мы и прочитали стихотворение, сделали задание на понимание и поработали с грамматикой. Дальше мы нарисовали своего питомца, написали статью про него в журнал. Мы можем вывесить эти статьи, прочитать друг у друга и в конце концов рассказать, сделать презентацию. Таким образом, синтегрировав виды речевой деятельности практически все на основе коротенького стихотворения, которое состоит из двух четверостишей. И при этом еще поработали в разных режимах взаимодействия. И, наверное, еще один хочу привести пример про взаимодействие. Сейчас, секундочку. Чуть-чуть. Вот, вперед. Еще хочу привести пример про взаимодействие при работе с текстом. И иногда, вернее, как иногда, практически всегда различные виды взаимодействия, они уже заложены в пособие. То есть, вот даны три текста учащимся про различные народы, проживающие много лет назад, в древние века. И учителю даны четкие инструкции, что разделите ребят на три группы. Каждая группа несет ответственность за свой текст. Они его читают в группе, все вместе заполняют табличку. Потом мы перегруппировываем. И уже в новых группах, куда входят представители каждой из трех первоначальных, они совместно выполняют еще несколько заданий. таким образом обмениваясь информацией и почитали, и сделали задание на понимание, и провели дискуссию, обсудили полученную информацию в группу. Ну и еще с точки зрения взаимодействия достаточно много текстов, которые посвящены различным социальным нормам. Вежливости, этикету, поведению в классе. это тоже способствует развитию учащихся умения взаимодействовать и понимать, какой выбрать стиль общения, который бы способствовал изучению иностранного языка и групповой динамики. Наверное, коллеги, это в основном все, что я сегодня хотела сказать. Я презентацию предоставлю. Тут есть больше примеров, чем те, которые я затронула. вы сможете на них посмотреть. Если у вас появились какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Цель сегодняшнего вебинара была обсудить с вами то, что текст это намного больше, чем текст. Это ресурс, который позволяет нам обогатить наши уроки и добиться лучших результатов практически в каждом виде речевой деятельности. появились ли у вас какие-то вопросы? Дорогие коллеги, если вы хотите, вы можете включить микрофон и устно задать. вопрос. Так, пока не вижу вопросов. коллеги, если вопросов не появилось, тогда я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время подключиться к вебинару, проявили интерес к серии книг для чтения редап. И хочу пожелать хорошего летнего отпуска, чтобы набраться сил перед новым учебным годом. Евгения Владимировна, там в чате есть два вопроса. Да, почему-то я не пролистала, простите, смотрю, платные пособия ли они свободны на доступе. Ну да, их нужно заказывать в издательстве титул. Ну, пособия для седьмого класса, вот я, к сожалению, еще пока над ним работаю, но в ближайшее время я его в издательство сдам на подготовку, оно близко к завершению. Ну вот, электронные версии, это, наверное, вопрос к издателям. Вот, насколько я знаю, их нет. Вот, коллеги, вам тоже большое спасибо. Коллеги, дайте пособия пока только в печатном виде, в электронном виде их нет. В печатном виде вы можете купить их в нашем интернет-магазине. Я сейчас дам ссылочку, где можно, на раздел, где можно полистать, предварительно полистать, посмотреть эти пособия. И во всех интернет-магазинах на Зоне, на Вайлдберрис, во всех книжных магазинах эти пособия есть в продаже. Но пока только в печатной форме, в электронной форме они не выпущены. Вот. Ну, спасибо вам большое еще раз. Спасибо большое издательство «Титул» за возможность рассказать о пособии. Еще раз всем хорошего отдыха, летнего, хорошей погоды, солнечной. Ну, и, наверное, не прощаюсь, еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok